Я вас спрошу про Павла Дурова. Пока ничего не понятно, они что ему предъявляют и что там с ним будет. Я надеюсь, что в ближайшее время французская прокуратура что-нибудь нам сообщит. Но я вас хочу спросить, почему российские чиновники, российская пропаганда так возбудились и теперь буквально из каждого утюга орут, что Паша же наш вообще. Как вы так можете? Ну, это они просто пытаются воспользоваться ситуацией для того, чтобы доказать, что свободы слова на Западе тоже нет. Ну, дескать, вы нас обвиняете, что ее нет у нас, так у вас ее тоже нет. Вот смотрите, доказательство. Вот и все. Ну, то есть это просто попытка использовать удачно сложившиеся обстоятельства в своих интересах. Вот и все. А Дуров, по факту сам-то не очень нужен. Я не знаю. Давайте посмотрим. Говорят, что якобы все управление войсками заведено на Телеграм. Я не знаю, насколько это правда. Я думаю, очень хотели бы в Москве увидеть Павла Дурова. Ты что? Столько вопросов ему можно задать. Это само собой, это само собой, да. То есть вообще тот факт, что французы арестовали человека, которого должны были арестовать мы, это, конечно, заставляет российских чекистов нервничать. Поэтому эта истерика, вы правы, выглядит как вспышка ревности такая. Вот происходит уже не первый террористический акт. И в колонии, сейчас уже второй в колонии, до этого Крокус был. И мы видим реакцию российской пропаганды, которая говорит, что это все Запад, а российские власти тоже как-то абстрагируются от этого. Со стороны кажется, что власти в России не видят угрозу со стороны ИГИЛ и как-то вообще закрывают на это глаза. Почему такое отношение? Потому что Путин выстраивает крайне такую простую, примитивную, черно-белую, очень дихотомичную картину мира, где нет полутонов. Там есть глобальный юг, и он есть, так сказать, добро, который, да, и мы часть глобального юга, Россия часть глобального юга, застрельщик, главный борец с колониализмом. И весь глобальный юг, так сказать, на нашей стороне. Вот есть проклятый Запад, который пытается мир колонизовать, и есть, значит, борющийся за свободу весь остальной мир. И тут нет места никакому исламизму, понимаете. Путин публично сказал после Крокоса, что у исламистов не может быть никаких претензий к России, потому что, во-первых, у нас якобы некая уникальная многоконфессиональность, что есть на самом деле полная ерунда. Многоконфессиональность никогда не мешала радикалам. Значит, ну и второй фактор, мы якобы проводим такой внешнеполитический курс, который не предполагает обиду, так сказать, с их стороны. И этот внешнеполитический курс, ну это вот он построен, так сказать, на вот этом противопоставлении хорошего глобального юга плохому глобальному западу. И когда, значит, игиловцы наносят, радикальные исламисты, то есть часть глобального юга наносит нам удар в спину, это прям разламывает путинскую картину, понимаете, да, картину мира. То есть россиянин, который вдруг понимает, что там на глобальном юге там есть враги, а они же враги на самом деле глобального запада, еще надо разбираться вообще. Так, а запад нам враг, а может быть он союзник в борьбе с этим самым радикальным исламизмом, да? Ну то есть это непозволительно усложняет вот эту дихотомичную картину мира. И российская поэтому пропаганда, ну и не только пропаганда, это вообще курс, так сказать, да, вот он не предполагает вообще вот вражды с исламизмом. Поэтому у нас что Хамас, что иранские айатоллы, да, что, значит, Хизбалла, что иеменские хуситы, то есть талибы, да, то есть все, все радикальные исламисты какие-то вот и есть в принципе практически, да, вот за исключением, может быть, только ИГИЛ. А вот они все в наших, так сказать, друзья ходят. А ИГИЛ просто стараются игнорировать. Да, ну как бы, вот как будто его и нет. Да, поэтому везде ищут руку Запада, потому что Запад же враг, но в Путин же надо мобилизовать население, так сказать, на борьбу с Западом, да? Причем тут ИГИЛ, так сказать, зачем расколаживать людей? Вот. Поэтому ИГИЛ они тщательно стараются игнорировать, а ИГИЛу обидно, да, ИГИЛ пытаются доказать, что он субъектен, и он будет... Все-таки орет, это мы, это мы, посмотрите, это мы. И поэтому он будет продолжать делать все вот это, да? То есть вы нас игнорируете, окей, бесседер, мы вам еще раз тогда что-нибудь такое устроим. Ну то есть Путин на самом деле создает предпосылки для того, чтобы это все продолжалось. Интересно, что вот вы говорите... Страшно. Так это просто теракты, они же... Да, ну просто теракт, это же не что-то там, я не знаю, что там прилетел беспилотник куда-то, а когда происходит террористический акт, это же... Ну это ужасно страшное действие. Ну это, смотрите, это страшно для вас, для меня, для простых мирных обывателей. Ну Путину на Валдае или в Сочи, в его резиденции, страшно, что ли? Нет, конечно. Ну Путин не один, у него же целая толпа и силовиков, и окружение, которое там не все сидит где-то там. Ну, смотри, и у министра внутренних дел, и у директора ФСБ, и у директора ФСО, у них тоже всех, с личной охраной, тоже все в порядке. Им и гиловцы тоже не очень страшны. Понимаете? Вот. А власть в их руках, а проблем на индейцев, шерифа не волнует. Вот и все. Удивительно, то, что во время вот этого бунта в колонии одному из захваченных, взятых в заложники, отрезали ухо. И сами нападавшие, насколько я понимаю, они вспоминали случившееся в Крокусе. И ведь, когда тогда задерживали подозреваемых в нападении, тоже сами сотрудники силовых ведомств отрезали одному из задержанных ухо. И вот этот вот бумеранг зла, он опять, мне кажется, возвращается. Но вот оба... Да, подождите. Владимир, я напомню нюанс очень важный. ИГИЛ тогда сразу, через буквально день-два, после того, как это отрезанное ухо там с гордостью стали демонстрировать по телевидению, вы же помните? Они не просто ему отрезали это ухо, они стали это легитимизировать. Симонян стал объяснять, что это правильно. Они это показывали в эфире по Первому каналу. Так вот, ИГИЛ тогда выпустил заявление, что за это мы будем мстить. И то, что сейчас произошло, это та самая обещанная месть ИГИЛ. То есть, в этом смысле человек, которому отрезали ухо сейчас в Волгограде, может быть, прямо вот обязан, значит, благодарностью, во-первых, тем, кто отрезал ухо тому парню из Крокуса, во-вторых, тому парню, который, значит, это дело рекламировал по телевизору. И Симонян в том числе, тот парень. Как-то так. Почему это возможно? Почему это происходит? Совсем недавно был бунт в следственном изоляторе. Здесь все проходит словно под копирку. Вообще не делают никаких выводов? Или же это что? Настолько коррумпированная система ВСИН, что да и везде можно договориться. Это так много террористов у нас сейчас в стране, что просто не могут уследить за реально потенциально опасными элементами. В чем здесь причина? Владимир, два фактора. Первый связан с увеличением числа популярности радикального ислама среди мусульман. Это естественное следствие общей радикализации населения. Когда государство официально говорит на языке ненависти, когда отрезанное ухо объявляется нормой, когда с утра до вечера люди слышат разговоры о проклятом разлагающемся Западе и о торжестве традиционных семейных ценностей, понимаете, это же разговоры, которые ведут все эти радикальные исламисты тоже, понимаете, это же их дискурс. И поэтому, когда все это становится легитимным, но все большее число мусульман понимают, что там условно говоря женщину держать на женской половине, нарядить ее в этот хиджаб и не выпускать на улицу, это нормально. Закон о домашнем насилии государством, депутатами, так сказать, объявляется какой-то там либеральной гадостью, поэтому домашнее насилие это норма, для всех этих исламистов это тоже норма, так сказать, женщина не человек. То есть они в принципе переводят просто на язык Корана тот дискурс, который в принципе доминирует в российском обществе. Ведь что такое радикальный исламизм? Это попытка вернуться, это когда модерн, современность объявляется, весь современный ислам со всеми его напластованиями объявляется чем-то, каким-то извращениями и призывается вернуться к истокам, к чистым, так сказать, к оригинальным хадисам, к тому, что говорил Мухаммед когда-то тогда. То есть возвращение к истокам это же есть путинский дискурс, который объявляет всю современность весь модерн гадостью какой-то, идущей к нам с запада и постоянно проповедует какие-то традиционные ценности. То есть Путин ведет страну назад, он говорит, что Сталин молодец, что Ивана Грозного оклеветали, так сказать, он постоянно вспоминает то Святослава, то царя Гороха, понимаете, поэтому для исламистов это вот прямо они себя в этом как рыба в воде во всем этом чувствуют. Они отвечают на падающий уровень жизни, коррупцию, которые с одной стороны их раздражают, то есть падающий уровень жизни, коррупция, невозможность найти нормальную работу, беспредел силовиков. Они воспринимают это как доказательство того, что современность порочна, и поэтому надо припасть к истокам, вспомнить, что говорил когда-то пророк, взять в руки саблю и резать неверных. Это первый фактор, который способствует увеличению популярности радикального ислама. Второй фактор это неспособность силовиков всерьез всем этим заняться, потому что российская политическая система очень персонифицирована. Все на Путина заточено. Все, что Путин сказал, это сразу же записывается в скрижале. Поэтому, понимаете, ни один генерал ССБ не может себе позволить даже, я же не говорю про публичности, даже на внутренних своих совещаниях сказать, так, мужики, ну какой западный след, кончайте ерундой страдать, значит, давайте работаем против исламистов. Да, если ты такое скажешь, ты подставишься тут же, то есть ты, получается, ну оспариваешь мнение Верховного, мнение Путина. Да, и поэтому, ну они все карьеристы, там не осталось других людей, там за 25 лет, там просто негативная селекция достигнут таких масштабов, что там нормальных людей нет. А там есть одни карьеристы, и поэтому зачем этому условному генералу спорить с Путиным, перенаправляя там оперативников, бюджеты, там усилия, я не знаю, прослушку, вообще все, что у тебя есть, перенаправляя их вот туда, куда нельзя. Все на борьбу с Западом, все ищут, значит, иностранных агентов, американских шпионов, украинских диверсантов, понимаете? Вот, вот это направление борьбы с радикальным исламом, оно абсолютно ослаблено. Никто не может себе позволить всерьез этим заниматься, не рискуя получить обвинение в политической нелояльности.